здравствуйте друзья сегодня мы находимся в лаборатории химического института и у нас в гостях Анна Владимировна Гедмина, доцент кафедры аналитической химии. Анна Владимировна Гедмина, кандидат наук, доцент химического института Казанского федерального университета. На наш вопрос, что же побудило вас связать свою жизнь с химией? Наш эксперт отвечает, жизнь это химия, вокруг нас и в нас самих постоянно проходят химические реакции, поэтому без химии жизни нет. Я считаю, что знания по химии позволят преодолеть тенденции боязни химии, а грамотное использование знаний решит многие проблемы современности. Сегодня на повестке очень важная тема, которая волнует каждого из вас, я уверена в этом, а именно пищевые добавки. Действительно так ли страшно то, что мы едим? Нужно ли есть фермерские продукты или все-таки можно употреблять пищу из магазина? Об этом и о многом другом в сегодняшней программе. Итак, сегодня в программе. Давайте прям вот две гранулы цинка и 40 лет водил по пустыне, когда в еду космонавтам добавляли хлореллу. В предыдущей программе мы рассказали о разных пищевых добавках. Вспомним некоторые фрагменты и продолжим изучать химию пищевых красителей. Представим ситуацию. Вы приходите в вымышленный ресторан химической промышленности и вам представляют вот такую тарелку, на которой нет ничего, кроме каких-то странных буквок, циферок и все они начинаются на Е. Такие картинки обычно показывают в передачах, дабы запугать наших потребителей, говоря о том, что все, что мы едим, это химия и все это отвратительно опасно, кушать это нельзя. Действительно ли так страшно увидеть на своей тарелке буквы Е? Во-первых, это неправильная тарелка. Я уже здесь сразу вижу очень много красителей. Ни одна тарелка с даже очень вкусной едой не выдержит такую серо-буро-малиновую окраску. Это просто тарелка для художника, который может нарисовать какую-то картину. Здесь есть и синие, и желтые, и красные красители. Зачем нам еда таких цветов, я не совсем понимаю. И что еще хочу сказать, практически все добавки, которые здесь указаны, в том числе красители, они разрешены и в нашей стране. И еще они все являются синтетическими. Есть красители, пищевые красители, которые запрещены на территории определенных государств. А есть красители, которые разрешены на территории. Например, в нашей стране может быть запрещен антиоксидант, который называется амарант. Никакого отношения к растению, очень красивому растению амарант, краситель этот не имеет. Он цифра 123, Е123. Амарант это очень полезное растение, но из амаранта выделить амарант очень сложно. Используют синтетический. В растении амарант, вот тот синтетического амаранта нет. Но вот этот синтетический амарант, он очень хорошо поддерживает красный цвет. И, например, в такой стране, трудно догадаться, запрещено в Соединенных Штатах Америки, запрещено в Российской Федерации, но разрешено на Британских островах Великобритании. Ну, там не только Великобритания славится овсянкой, но и славится таким лакомством, которое называется консервированная вишня. Если вы дома консервировали вишню, то вы наверняка видели, что цвет, вишневый цвет при консервации вишни пропадает, и он становится серо-бурмалиновый. Вот так, если говорить. Вот, становится некрасивый. Для того, чтобы поддержать красивый красный цвет, как раз добавляют амарант. Ну, некоторые производители косметики тоже добавляют амарант в губные помады. Цвет очень красивый. Поэтому, а вот само растение амарант очень ценно, очень полезно. Там есть большой набор аминокислот, в том числе и метионин, лизин, серосодержащие аминокислоты. Ну, большое количество микроэлементов, макроэлементов. То есть, само растение очень полезно, но из него получить краситель невозможно. Есть вот синтетический краситель с таким же названием, но отношения никакого к растению не имеет. Вишенка на торте все-таки не так вкусно, как кажется. Точно. Что ж, если мы говорим про опасные, запрещенные добавки, какие тогда среди красителей мы можем выделить безопасные, может быть, даже природного происхождения добавки пищевые? Ну, вот то, что я сказала. Е100 куркума, куркумин, который получается из куркумы. Есть, например, 101-й Е101, это рибофлавин, витамин В2. Я предлагаю сейчас провести с витамином В2 качественную реакцию. Она достаточно должна быть красивой. Итак, это у нас рибофлавин, витамин В2, окисленная форма. Мы сейчас к нашему красителю, видим желтый цвет, добавим несколько капель концентрированной соляной кислоты, буквально несколько капель. Аккуратно, поскольку мы имеем дело с концентрированной соляной кислотой. Окислительными свойствами даже концентрированной соляной кислотой не обладает. Это должны знать все школьники. Да, это я знаю, спасибо. Но если мы добавим в этот раствор несколько гранул, давайте прям вот две гранулы цинка, то у нас, видим, газ выделяется. Это выделяется атомарный водород. Сейчас он у нас будет восстанавливать рибофлавин до красного цвета. Возьмем палочку. Видим, да, что происходит бурление. Изменение окраски желтого на коричневый. И с течением времени он будет приобретать бурый цвет. То есть у нас здесь атомарный водород восстанавливает рибофлавин в рибофлавину в форму восстановленную. И через какое-то время наш раствор приобретет бурую окраску. Появляется красный цвет? На дне в дне. Да, вот он, вот красный цвет и сильное бурление. Эксперимент удался. Какие выводы мы можем сделать, исходя из итогов данной реакции? Выводы следующие. Что используем мы для приготовления еды, если мы хотим придать желтый цвет, рибофлавин в окисленной форме. В восстановленной форме он приобретает красно-буруе окрашивание. Таким образом, если у нас продукты будут содержать восстановители, у нас цвет нашего продукта может со временем измениться. Это во-первых. Кроме того, поскольку это является тоже натуральной пищевой добавкой, хотя есть и синтетические способы получения, но это все равно натуральная пищевая добавка, то на химические свойства добавки может влиять много факторов. Присутствие окислителей, присутствие восстановителей, PH раствора, температура, освещение на цвет может влиять. В то время как синтетические пищевые добавки устойчивы и к температурным изменениям, и к влиянию УФ-излучения, а также и к PH того или иного продукта, который мы используем в качестве еды. Что ж, пойдем по цветовой палитре. Мы с вами уже упомянули красный цвет, упомянули желтый, оранжевый, следующий на очереди подкрадывается зеленый. Существует множество продуктов ярко-зеленого цвета, которые непонятно откуда там берется. Например, тот же самый всем известный с детства лимонад-тархун. Можете ли вы ответить, откуда же все-таки берется зеленый цвет? Натуральный ли это краситель или синтетический? Скорее всего, это использовался натуральный краситель, и этот краситель называется хлорофилл, который мы очень хорошо знаем из уроков биологии в школе. Хлорофилл – это зеленый пигмент растений. Поэтому хлорофилл можно легко получить из растения, используя методы экстракционного выделения. Один из ингредиентов лечения железодефицитной анемии находится в аптеках в жидком состоянии. И называется он хлорофилин. Хлорофилин – это как раз жидкий хлорофилл. Хлорофилл очень активно изучался, и установлено, что у хлорофилла очень много полезных свойств. В том числе доказано, что хлорофилл обладает антиканцерогенными свойствами. Мышку кормили интенсивно хлорофиллом, или хлорофилл с содержащими продуктами, например, травой люцерной. И выяснили, что раковая опухоль не увеличилась, не разрасталась, тем самым показав, что хлорофилл является очень полезным. Хотя доказано, что хлорофилл обладает антиканцерогенными свойствами, но все-таки хлорофилл, хлорофилин является одним из основных ингредиентов для лечения железодефицитной анемии. Не основным ингредиентом, но одним из вспомогательных ингредиентов и очень важных ингредиентов для лечения железодефицитной анемии. Знаете ли, Анна Владимировна, помнится мне со слов студентов-старшекурсников нашего института Есть у вас одна любимая история, то ли про хлорофилл, то ли что-то про это, похожее Какая-то теория, может быть, все-таки поведаете ее для наших телезрителей? Да, это очень интересная история Это история про водоросль, которая называется хлорелла Мы все с этой водорослью сталкивались, особенно те, кто занимается аквариумами Тот вот зелененький налет, который образуется там, где стекло соприкасается с водой Как раз и есть образование водорослей хлорелла Хлорелла имеет огромное значение не только в природных экосистемах Но и активно используется человеком в промышленности, науке и даже пищевой индустрии Хлорелла – это одноклеточная водоросль, размер ее 5-10 микрон Это в 10 раз меньше толщины человеческого волоса Но концентрация всего питательного в этих крошечных клетках просто зашкаливает Сейчас становятся популярными напитки с содержанием хлореллы И по утверждению некоторых врачей, эти напитки полезны ввиду содержания в хлорелле Большого количества аминокислот и витаминов группы В Хлорелла расселилась по всему земному шару Ее можно найти практически в каждом водоеме и влажной почве На этой фотографии, сделанной в электронном сканирующем микроскоп Мы видим небольшой кусочек садовой почвы В сладках которой располагаются тысячи крохотных шарообразных хлорелл Помимо свободно живущих форм, хлореллы могут вступать в симбиоз с другими микроорганизмами И селиться прямо внутри их тела Так вот, история следующая Хлорелла – очень питательное вещество, очень питательные водоросли Они быстро размножаются И у ученых из Великобритании, из Кембриджа пришла такая идея Что вполне возможно, что манна небесная – это и есть водоросли хлорелла То есть, вспоминаем Ветхий Завет Моисей 600 еврейских семей увел из Египта И 40 лет водил по пустыне Понятно дело, что пустыня – это не совсем плодородная земля Но 600 семей должны питаться Они должны выжить в этих условиях И что буквально с небес на землю Бог дал такую вот манну небесную В переводе это означает, что это? Вот, что это? То, что вот с неба упало Что вот как раз из нее, из вот этой маны небесной То, что упало с неба, из земли вырасти не могло Не та почва Из нее делали лепешки, различные там продукты, еду И тем самым было чем питаться Так вот, ученые из Кембриджа предложили свою теорию Что инопланетяне на гору Синай спустили машину Которая как раз и производит манну небесную В этой машине находится биореактор Который сверху конденсирует жидкость Но обязательно для фотосинтеза у нас нужна вода, правильно? Кроме того, есть клапаны, через которых поступает воздух Содержащий большое количество углекислого газа А также внизу находится специальная биомасса Которая и провоцирует разрастание как раз вот этой биологической субстанции Манны небесной Потому что описывается в Ветхом Завете Что на горе Синай Произошло какие-то там взрывы Так вот, эти ученые объясняют Что скорее всего С космического аппарата Эта машина была спущена В составе какой-то ракеты И были люди Определенные, посвященные Не просто каждый мог подойти к этой машине Только определенные люди Потому что если люди подходили Которые не знали, как себя вести с этой машиной Производители вот такого большого количества еды То через какое-то время они умирали Симптомы болезни, которые заболевали эти люди Непосвященные Очень похожи были на лучевую болезнь Поэтому ученые решили, что скорее всего Там еще происходили в этой машине Какие-то ядерные реакции Поэтому нужно было подходить к реактору в защитной одежде В которой, видимо, Моисей и его посвященные люди Подходили к этому реактору И в один из дней синтезировалось в биореакторе В два раза больше еды, чем в другие дни Но несложно догадаться Поскольку мы разговор ведем про 600 еврейских семей То этот день был пятница Чтобы в субботу реактор отдыхал и не работал Вот такая идея пришла к ученым из Кембриджа Единственное, что действительно верно То, что хлорелла, она очень быстро размножается За ночь размножение хлореллы происходит в 8 раз Ну, одной порции хлореллы И была такая программа, которая называлась BIOS Когда в еду космонавтам добавляли хлореллу Ну, и отправляли уже в космическое такое вот путешествие Вот так что хлорелла была использована Но в хлорелле, конечно, огромное содержание хлорофиллы И очень-очень много питательных вещей Она очень сытная водоросль Вот такая история Идея, конечно, шикарная Можно практически уже забирать на экранизацию Фантазии, конечно, позавидуешь у этих ученых Это точно Но если все было бы так просто Все ели бы хлореллу и бед бы не знали Но зато есть способ, куда утилизировать СО2 Например? Парниковый газ Получать хлореллу и отправлять в космос Точно Спасибо вам большое за интересную беседу За удивительные факты И за разрушенные мифы Но с вами мы увидимся в следующих телепередачах Не бойтесь химию Потому что это очень интересно И, помимо всего прочего, безопасно До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok